Хорошо, как трудовой коллектив. Какие-то у вас есть документы, например, акцензор НЕТ не берет в печать, в печатках, для распространения, в публикацию информации, пока нет официальных документов. Все официальные. Я у вас возьму. То есть, наверное, стоит рассказать о том, какие официальные ответы уже получены. То есть, куда обращались, какие инстанции прошли, какие ответы получили. То есть, что завод не реагирует. Не отвечает, не дает мотивованных ответов ни одной из инстанций. Ну, я приоткрою некоторые секреты, которые вчера состоялись. Они же еще не знают, что было. Да, которые еще не всем известны. Потому что вы в ней находитесь и понимаете все особенности, что в рядах действий, что зачем происходило, историю этого всему. А люди, которые, в принципе, впервые сталкиваются с этой проблемой, они не понимают. И до чего это? Ну, историю, наверное, с Татьяной Леонидовой, скажем, она начнет. А я добавлю с того момента, как я подключился к этому. Начиная где-то со середины марта или с конца марта. Тогда давайте... После забастовки. Да, мы начинаем. Прискорберация у нас о детях и педагогах и о том, что 1 сентября начнется не во всех. И о том, что никто не предупреждал официально пока еще о том, что у детей 1 сентября не будет. Педагог УВК Соколенок Татьяна Червякова со всеми подробностями. Мы все разобрались, что происходит. Никогда не думала, что мне придется вот с востолькой станции обратиться в течение пяти месяцев. Но та несправедливая ситуация, которая сложилась уже в начале весны, заставила подключиться и проявить свою активность. Поскольку преподаватели, воспитатели, как правило, люди, у которых обостренное чувство в сроке ведливости, это меня заставило стать представителем трудового коллектива, когда меня выдвинули, не отказалось. И честно, и до конца идти бороться с несправедливостью, которая возникла. Ну, детский сад Соколенок, который еще был организован в 1939 году, имеет большую историю. Авиазавод, который его строил, содержал, это, конечно, не руководители, а именно люди, которые там работали. Это прекрасное место для воспитания и обучения детей. Конечно, оно всегда было и примером, и департамент свиты всегда говорил, что это хорошее учебное заведение, там много детей, там заботятся о детях, это и бассейн, это прекрасная рекреационная зона, это ели. А на сегодняшний день, когда это все уже переводится в деньги, это очень лакомый кусочек для тех, кто очень хочет его забрать. Эта история началась весной и началась с того, что педагогические работники стали требовать, дорогое наше предприятие, пожалуйста, выполните свои обещания. Мы вам сколько лет уже говорим, что мы особые, мы не строим самолеты, мы не воспитываем детей, мы не можем остановить тот станок, как вы, и пойти где-то подработать, деньги заработать. Мы все время с детьми. Найдите средства поддерживать зарплату, выплачивать вовремя, чтобы мы просто могли воспитывать и учить детей. Никогда нас не слышали. Мы получаем так зарплату, как и все работники авиазавода, потому что являемся работниками 204-го отдела. И детский сад, школа, то есть УВК «Соколенок» не является юридическим лицом, что идет в нарушение. Сколько раз уже Департамент Светы обращал руководство завода на это. По закону не может быть учебное заведение отделом завода. А мы не юридическое лицо, мы отдел завода. Значит, так выгодно заводу было не давать нам самостоятельности. Но мы спокойно мерились с этим, мы были всегда патриотами завода. И всегда ждали, что завод с пониманием относится к учителям, воспитателям, потому что тут дети, самое дорогое на что. Мы отдаем все силы им. Но никто нас не слышит. Приоритет сейчас не дети для руководства авиазавода. И в устной форме было сказано уже в апреле месяце, ребята, мы вас отдадим в аренду. Так выгодно предприятию. Мы говорим, как в аренду. Ну давайте как-то разговаривать. Когда мы у Сунцова были, у исполняющей обязанности Игоря Павловича на приеме, мы добились, это единственный раз, когда мы в апреле попали, учителя и я с ними была, он сказал, ну давайте будем прописывать, договориться, чтобы там всем было выгодно. На этом общение закончилось. Ни один представитель завода ни разу за эти пять месяцев не пришел. Отписались в самый крайний момент, который необходимо ответить на наши письма, с тем, что в месяц пролежало письмо заказное на почте. И они выдали, да, мы готовы отдать в аренду, потому что вот завод, мы собираемся развиваться, вот оно есть у меня здесь документально все оформлено. И с этих пор мы стали просто стучаться во все двери, потому что завод просто забаррикорридировался. Не наш директор департамента, Александр Павлович Кужельный, который является директором департамента непромышленной группы, мы непосредственно ему подчиняемся. Я говорю, как так? Наше письмо директор не зовет, говорит, я даже в руки ни одной бумажки не возьму. И вообще весь вопрос решен, что вы там вообще барахтываетесь. Профсоюз наш с Погореловым Михаил Васильевичем во главе подписали, подмахнули под нас бумаги все, что мы согласны, что у нас в аренду. И при том мы в протест вышли все из профсоюза. Дальше мы начали писать в прокуратуру. Ну, первое, мы написали в городском уголове, губернатору написали. Обратились в прокуратуру с противомерностью, потому что ни одной бумаги официально не дают с завода, а через исполняющую обязанность Писаревскую, которая выполняет все инструкции завода, начинается, раскачивается процесс. Всем уведомляется, ребята, ищите себе место. Воспитатели, учителя, ищите себе новую работу. Технический персонал нас закроют, нас передадут. То есть психологическая атака на родителей детей пошла одновременно. Мы работали с городской прокуратурой, которая долго шатковалка, потом сбросила на военную прокуратуру, мотивируя тем, что авиазавод будет передан в переподчинение Укроборонпрому. В военную прокуратуру мы пришли с тем же заявлением. Они говорят, у нас мало полномочий. Говорит, мы можем отрезать, но нет дела, нет дела. Говорит, ну мы отрезаем, мы понимаем вас, но сколько можем, мы сделаем. Дали запрос в гусском имущество. Мы на предмет того, что получено ли согласие на передачу в аренду ХВК «Соколенок» в школе «Бойко». Оттуда вы дали ответ, отказано. Этот у меня документ есть. То есть им отказали. И тем не менее, все равно продолжалась борьба за то, чтобы раскачать ХВК «Соколенок». Предпринементом было 22 июня. Попытка ликвидировать. Был создан приказ, у меня тоже есть, ликвидация ХВК «Соколенок». Что значит ликвидация? По закону не имеют права ликвидировать учебное заведение без оснований, без комиссии созданной. Управление свиты или министерство свиты, министерство, которое является балансодержателем городских властей. Они самолично решили ликвидировать. А как можно ликвидировать? Можно отдел завода, но не детей выбросить на улицу. Здесь как-то вмешались высшие силы. Приостановил приказ через день комиссия Укроваркома, которая приехала и говорит, мы разберемся. Товарищ Сунцов отозвал прямо на директорской этот приказ. И тишина. Тишина Укроваркома, мы ждем. Ну вот сейчас Укроваркома разберется. Мы все-таки добились, как говорится, услышали нас. Должна восторжевать соправедливость. А нет, тишина. Оказывается, наша исполнительница Пицаревская сразу приказ о ликвидации передала в департамент свиты. Там забеспокоились. Говорят, дали указание, говорят, пожалуйста, раз там ликвидировано, мы же не можем остаться в стороне. Мы подыщем детям. И в письменном виде ответили, что мы найдем места для детей и в школах, и в садике. О том, что приостановлен приказ, наша Алина Анатольевна ни слова не сказала. Эту информацию Зариту Шевеля не дали никуда. Мы когда перезвонили в департамент свиты, говорим, как так? Приостановлен, почему вы даете рекомендации подыскивать? И она всех расшатывает, звонит и говорит, Татьяна Анатольевна, перезванивайте всем своим родителям, пусть ищут места в детских садах, и департамент свиты поможет. Оказывается, департамент перезвонит, Алина Анатольевна, вы даете им право 90 раз. Ой, вы знаете, вот у меня только что приказ появился на руки. Это по громкой связи включила стесер Татьяна Петровна, заместитель Деменко. И это мы все слышали. Она тут же ориентировалась. Две недели прошло, и исполняющая обязанности директора не было на руках этого приказа. То есть идет сговор, идет специальное расшатывание. После этого, когда это приостановили, мы ждали поддержки Украинского промо. Июль месяц. Из-за того, что у нас нехватка сотрудников, некому работать с детьми, на месяц приостановили учебно-воспитательный процесс, создан приказ, так делали в прошлом году, потому что у людей у нас действительно не хватает задержка зарплаты постоянно на полгода. Людей просто выбивает из колеи, при том, что у нас маленькие зарплаты. Июль месяц. Хорошо, все отдыхают. 1 августа. Должен начинаться учебный процесс. Ну, учебно-воспитательный. Школа еще отдыхает, но детский сад, подготовка к учебному году уже должна идти. Тишина. Директор, ИО-директор Писаревская. Нет, по детей не можем признать. У нас счет заморожен. У нас ничего не делают. План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду не подписан, ничего не делается. А почему? А ничего, меня никто не слышит. Я все на голову не говорю. То есть, вы же понимаете, что этого не может быть. Это отговорки, это специально спланированное, как, говорю, контрреволюция делает. Понимаете? Приостановить, разбить, задушить, разогнать. С 7-го числа на наше письмо в Укроборонпром ответ не присылает, приезжает юрист Давыдова Нина Валерьевна. С 7-го числа мы быстро собираем, кого только можно собрать, родителей и сотрудников, и проводится собрание, на котором выясняется, ищутся пути, как выйти из этого положения. Она говорит, давайте через неделю я доложу все нашему руководству, и тогда мы примем решение. В пятницу это было собрание, вечером она идет на завод разговаривать, с понедельника начинаются качели. Хотя и в среду, это уже 7-е, 12-го числа, она говорит, вы знаете, все равно решение будет принимать завод. Хотела сказать, а зачем же вы приезжали? Из 12-го числа, дабы оправдать непринятие детей в начале августа и не начало учебного процесса, создается приказ о приостановке работы учебно-воспитательного комплекса, приостановки в связи с выходом на простой и с фактическим отсутствием детей. Хитромудрая, лживая позиция. И это вот с этого момента, я просто возмутилась, звоню Игоря Анатольевича, и говорю, ну все, приехали. Я говорю, там, где искали правды, уже и у Карабангарова заинтересован. Видно, там очень большой интерес у нашего предприятия перед школой, автор скажу, Войко, чтобы любыми усилиями задушить, выгнать. Не получается юридически в правовом, они сейчас нас просто задушат. Они не дадут нам просто начать учебный год. И вот, Игорь Анатольевич, мы же продолжим. Не позволим. Что они сделали дальше? Мы собираем собрание. Как вы можете это сделать? Я постараюсь быть краток. Татьяна Леонидовна предысторию всего этого противостояния уже практически рассказала. Конечно же, не в полном объеме, потому что это невозможно рассказать в полном объеме. Для этого понадобилось бы очень много времени. Я подключился к этой проблеме где-то со средины апреля, после того, как состоялась забастовка учителей в связи с невыплатой заработной платы. И столкнулся с тем, что завод, руководство завода просто ушло в глухую оборону. И все попытки наши встретиться с руководством завода для того, чтобы прояснить ситуацию, ничем не заканчивались. Да, и мы действительно пошли по тому пути, что начали обращаться во все инстанции, которые вправе принимать участие в решении подобных вопросов. В частности, в департамент образования, в городской совет, лично к мэру, в прокуратуру городскую, которая в футбол сыграла с нами и не захотела заниматься этим вопросом. Но, слава богу, военная прокуратура, там оказались достаточно компетентные и порядочные люди, они откликнулись и готовы были нам помогать. Но, к сожалению, они на сегодняшний день связаны по рукам и ногам. И для них, для того, чтобы они предприняли активные действия, необходим был прецедент, который состоялся 22 июня, то есть приказ о ликвидации учебно-воспитательного комплекса. Кстати, хочу сделать поправочку. Уже идя сюда, я получил информацию о том, что все-таки в едином державном реестре ХУВК Соколенок зарегистрирован и имеет даже идентификационный номер и код этот, как его там, идентификационный код. Поэтому то, что они на заводе его содержали как подразделение завода, это их противоречие. У них, к сожалению, противоречие на противоречии. Потому что люди преследуют личные амбиции в основном. И как мне уже удалось убедиться, и удалось убедиться другим людям, которые на последнем этапе активно вмешались в этот процесс, присутствует коррупционная составляющая на всех этапах наших контактов с руководством завода. Это настолько очевидно, это даже документально можно подтверждать. Поэтому, независимо от того, как сейчас, а я все-таки глубоко обежден, что 1 сентября дети пойдут в школу, мы не допустим того, чтобы они не пошли. Я настоятельно буду все равно просить всех и буду инициировать то, чтобы мы обращались в комиссию парламентскую по предупреждению коррупции. Тем более, харьковчанин Дмитрий Добродомов является одним из ее членов. Будем обращаться туда, для того, чтобы провели расследование действий, которые руководство завода осуществляло до сих пор. В результате всех этих событий нам все-таки, в конце концов, на последнем этапе удалось мне лично с помощью одного из наших депутатов городского совета, прорваться на завод и пообщаться с исполняющим обязанности директора завода и его заместителем по безопасности. Но я, к сожалению, столкнулся с людьми с люмпеновской психологией. Один сидел, потупив вот так вот глазки в стол, разговаривая с нами, а у другого глазки бегали, как у известного персонажа Ильфа и Петрова Ольхина, когда они начали рассказывать депутату, отвечать на его вопросы и нагло врать. А я, видите ли, осмелился и позволил себе их останавливать и прямо им заявлять глаза, что они врут. Даже состоялся такой интересный момент, который сейчас уже обсуждается не только в Харькове, в Украине, когда исполняющая обязанности директора такого завода вручает одному визитку и мне в том числе, а потом, когда ему не нравится, что я ему говорю, выхватывает у меня визитку и говорит, я не хочу вам ее давать, она будет гулять по городу. То есть это говорит о том, что, к сожалению, и я хочу сейчас с вашей помощью не просто изложить ситуацию, она уже достаточно очевидна, даже исходя из того, что сказала Татьяна Леонидовна. Обратиться к руководителям нашего государства, к господину президенту, к господину премьер-министру, к господину Гройсману, председателю парламента, к руководителю РНБО нашего, господину Турчинову, которые занимаются великой политикой, большой, общаются с Оландом, Меркель, президентом Америки и так далее. И хотелось бы, чтобы они, вообще-то, иногда опускались на землю и общались с собственным народом. Так вот, если я официально им заявляю и хочу, чтобы они это услышали, мы все равно не допустим того, что 1 сентября у детей не состоялся праздник и дети не пошли в школу. И слава Богу, я очень благодарен нашим городским властям. Правда, вначале они занимали формальную позицию, да, они подтверждали, что они готовы принять, обеспечить и так далее. А на последнем этапе они подключились и активно начали вмешиваться в эту проблему. И активно заявили о своей позиции в Укроборонпроме. И сейчас первый заместитель нашего мэра Терехов, да, занимается непосредственно этим вопросом. Спасибо им большое, что они все-таки с нами, с народом и помогают нам решить эту проблему. А господам, нашим руководителям государства, о которых я упомянул, я говорю, что 1 сентября, если сейчас не опомнится руководство завода, руководство Укроборонпрома в лице господина Романова, который является, и это уже достаточно хорошо известно, ставленником нашего президента. Если они нас не услышат, мы 1 сентября с помощью наших властей, с помощью нашей милиции, под их контролем откроем ХОВК «Соколенок», для того, чтобы потом не было кривотолков и попыток обвинить нас в том, что мы там занимаемся грабежом и мародерством, откроем и зайдем туда. Потому как все то, о чем они заявляют, а заявляют они, что это государственная собственность, что это пролежит государству, так вот я им хочу сказать, что государство – это мы и наши дети, и еще 40 с лишним миллионов таких же, как мы, а не они, в первую очередь. И все это принадлежит государству, а значит нам. Более того, завод за последние много уже лет, более пяти лет, не вложил ни копейки в развитие этого учебно-воспитательного комплекса. А та котельная, которую в прошлом году они построили для налаживания автономного отопления, не работала всю зиму, а денег туда, как мне известно, потрачено было очень много. Это еще тоже повод для разбирательства с соответствующими органами нашими. Игорь, я понимаю, что вообще на самом деле все равно, как правильная помощь. Главное, чтобы дети пошли в садик. Да, я вам раскрою еще некоторые секреты. К сожалению, бывший директор этого авианашего завода, господин Мялиц, который был реллюстрирован некоторое время назад, чуть больше полгода. Первого апреля. Первого апреля, да. Продолжает оставаться там серым кардиналом. И стоит за спиной у исполняющих сейчас обязанности, ну, как тенеца Гамлета, извините меня, за сравнение. И вчера с ним встречался депутат, который нам помогает активно, горсовета, и вел с ним переговоры. Он все-таки приехал вести переговоры, что подтверждает то, что я только что сказал. И вроде бы они нашли компромисс. И он сегодня даже перезванивал депутату и сказал, что 25-го числа проезжает руководство Украинской оборонпрома, в каком составе, не знаю. Хотя у нас была информация о том, что господин Романов сегодня должен быть в Харькове. Ну, нет подтверждения тому пока что. Что 25-го числа проезжает руководство Украинской оборонпрома и будет встречаться с родителями, с представителями коллектива ХОВК на территории Соколенка для того, чтобы решать судьбу этого учреждения. Решать они собираются неизвестно что. Не в состоянии завод и Украинской оборонпром сейчас содержать его. Они открыто об этом заявили. А пойти навстречу Харьковской городской громаде не хотят. Есть один единственный нормальный способ, чтобы это учреждение сохранилось в том виде, в котором оно есть и было доступно детям нашего города. Это передать ее в муниципальную собственность. Но они заявляют такие вещи, что они не доверяют руководству нашего города. Они могут доверять... Пусть области передадут... К сожалению, господин Райнин, которому точно так же направлялось письмо, отделался отпиской. И его, как политика, я лично вообще не вижу в государстве. Он, извините меня, пусть не обижается, кукла в кукольном театре, которую дергают за веревочки. Не более того. Поэтому я его даже и не упомянул, как вы видели в своем выступлении. Илья, мы разбираем в целом проблему. Я так понимаю, если ранен вам может... Все равно... Если бы он хотел и был с народом, а не витал в облаках каких-то, а строил там оборотильные сооружения и так далее, то он бы уже давно эту проблему решил. Да, мы знаем, что имущество, так у нас сейчас в государстве устроено, находящееся все здесь, вроде бы подчинено областной администрации. Но он не захотел. Он начал переводить стрелки на руководство завода в своей отписке и так далее. То есть, отписочку нам дал и все. И на этом закончилось. Понимаете? Городские власти и департамент образования поддерживали нас с первого дня. И Деменко, и ее заместитель Стецера, которая непосредственно этим занималась, они направляли письма на авиазавод с просьбой и убеждали, указывали статьи законодательства нашего украинского, на основании которого действия руководителей предприятия противозаконны, вопреки законам. Это не имело, все равно не возымело никакого действия. Пока, я смотрю, это не возымело никакие действия. Настя, но здесь есть интересы другой стороны. То есть, ради чего эти конкурсионные схемы выстраиваются в окно саджи? Ну, можно я теперь расскажу? Пожалуйста. Ну, чтобы было понятно, наша школа находится в 100 метров от улицы Сумской. Перекресток Деревянка и Сумской. У нас 2 с лишним вектара земли. И приночная стоимость, ну, сложно себе представить, до войны сколько это стоило. Почему школа Бойко? Школа Бойко, мы находимся на расстоянии 20 метров. Извините, я на секунду еще перебью Анастасию. Дело в том, что хозяин школы Бойко, депутат нашего областного совета, по-видимому, Райнин, еще и поэтому не стал ничего решать. То есть, в школе Бойко просто, это хорошая школа. На самом деле, если бы у меня были средства, я бы отвела туда своего ребенка. Прекрасная школа. Вопрос к другому. Я хочу обратиться к собственнику, непосредственно к собственнику школы Бойко. Там есть нанятый директор Махагон и есть депутат Харьковского областного совета Чехладзе Давид Эдуардович. Скажите, пожалуйста, вам для полного счастья 2 гектаров земли не хватает? Вы понимаете, что на этих 2 гектарах находится 170 детей? Как минимум, у каждого ребенка есть 5 взрослых, которых вы лишили покоя, которые дергаются. Вы представляете вообще масштаб негатива? Это всего 50%. Там загрузка может быть 300 детей в этом ухоулыка. Потом вопрос вашего электорального поля. Вы знаете, среди них тоже есть и мамы, и папы, и бабушки, и дедушки. Впереди выбор. Вы избираетесь в областной совет. Ваша дочка Мария Чехладзе, она избирается в городской совет. Снова, снова и снова. У вас хорошая привычка. Вы подумаете о том, что родители из вашего электората за вас не проголосуют. Если вам не хватает 2 гектаров земли, у вас с депутатом, с нардепом Шенцевым, 191 гектар в черте города, прекрасная лесополоса, улица 1-го мая. Отрежьте себе там 20 раз по 20. Строите замки, дворцы для своей школы. И 2 дня назад я наткнулась на флешмоб учеников, нескольких учеников вашей школы. Этот флешмоб выглядел следующим образом. Плакат «Соколенок наш». Мы это проходили в марте 2014 года. Уже один наш мы отдали. Больше мы вас не пустим. И запомните, мы народ. И дальше мы вас не пропустим. Придите домой, возьмите свой план развития своего виховного комплекса, подивитесь на него и поховайте его в своих головах. Дякую. Наташа, как вы будете? Вы знаете, я хочу сказать, что проще всего обидеть стариков и детей. Старики, к сожалению, мы все знаем, давно уже обижены в нашей стране. Дети, у детей тоже не хватает мест в школах. Для того, чтобы попасть в садик или в школу, вы знаете, что нужно платить очень большие деньги. Наша школа и детский садик, у меня двое детей. Они ходили в детский сад и сейчас ходят оба в эту школу. Наша школа является уникальным местом в плане того, что в ней отсутствует понятие коррупция. Прекрасные учителя, которые работают без зарплаты, никогда в жизни не говорят о том, что нужно провести дополнительные занятия, что для того, чтобы попасть в школу или в садик, нужно внести какие-то деньги, кому-то заплатить. Никогда такого не было. Не требуют никаких дорогостоящих подарков на праздники. Место уникальное. Прежде всего, своим моральным влиянием на воспитание наших детей. У маленьких хотят забрать большие дяди. У маленьких детей и, извините, родители. У нас у маленьких родителей. Это вопиющий факт, который отражается вопиющим образом на психике наших детей. Они слышали эту ситуацию. Конечно, мы стараемся от них скрывать это, насколько возможно. Но в мае, когда ходили разговоры о том, что могут закрыть школу, дети очень переживали. Они обговаривали это в классах. Мне, например, дети дома устраивали истерики о том, что мы не хотим идти в другую школу. Конечно же, я успокаивала, говорила, что все будет хорошо. В мае на торжественной линейке последнего звонка все ходили радостно, улыбались, говорили о том, что набран первый класс и даже почти два класса. И все прекрасно 1 сентября с цветами придут к своим любимым учителям. Сейчас до 1 сентября 9 дней. Дети созваниваются между собой, обсуждают, как они придут. Девчонки там, кто в каких туфлях придет, кто в каких бантиках, кто какую прочитал книжку, залито. И что? Что сейчас? Самое печальное, что полтора года назад все мы с вами, у нас появилась вера и надежда, что наша прекрасная страна все-таки начнет возрождаться. Сейчас, когда идет волна борьбы с коррупцией, то, что мы видим, что происходит, и происходит на таком уровне, как детский сад и школа. И происходит это не только с нашей школой, происходит это и в других городах, и в селах, и люди об этом молчат. Так вот, я бы очень хотела, чтобы эта ситуация наша, чтобы о ней услышали как можно больше людей, чтобы услышали другие города, чтобы услышали другие страны, чтобы люди не молчали. Потому что ответ такой, ну что ты сделаешь, когда слышат эту ситуацию? Ну это наша страна. Что мы можем решить? Нет, мы можем решить. Потому что наша страна — это мы. Каждый человек из нас, он может влиять на судьбу своей страны и должен влиять на судьбу своих детей. Поэтому я очень хочу попросить всех, кто слышит, пожалуйста, не оставайтесь равнодушными. От нас с вами зависит наше будущее, будущее нашей страны и, конечно же, будущее наших детей, наших всех детей. Спасибо. Давайте перейдем к вопросу. Два слова я еще скажу в завершение. Как я уже сказал, в общем-то, теперешняя загрузка ХОВК составляет 160, а на самом деле по всем показателям там может размещаться на сегодняшний день 300 детей. А вообще-то есть перспективный план, который мы уже готовим, развитие этого учебно-воспитательного комплекса с перспективой создания там десятилетки. В курсе об этом руководители и инициативная группа Харьковской городской громады. Мы будем, поскольку сейчас городским громадам, мы все об этом знаем, передаются на места власть и даже будут передаваться определенные бюджетные средства, мы хотим, чтобы наш перспективный план попал в план развития города. Это, кроме ближайших планов, которые там имеются на сегодняшний день, план такой, развитие ХОВК, создание там на базе десятилетки школы. Ну и садик, само собой, разумеется. Спасибо, вопросы. А в Кюрпусе, вы, я понимаю, у каждого в семье кто-то работает на Альхазе? Нет, наша школа может попасть любой житель города. Обучение в школе стоит 780 гривен в месяц, а работники завода платят 50%. Дело в том, что руководство, как предыдущее, так и это, довело завод до такого состояния на сегодняшний день, что там всего осталось 16 деток, которые ходят в этот учебно-воспитательный комплекс. Хотя, когда я встречался на днях с господином Сунцовым, он сделал заявление, что нам садик нужен для того, мы его хотим сохранить, он нам нужен для того, чтобы привлекать к нам работников. Хотя завод на сегодняшний день находится в состоянии стадии банкротства, то есть санации. То есть, несет, люди несут абсурд, и сразу видно, что у них есть личная заинтересованность в этой сделке между школой и бойком. Вы уже обозначили, Катяна Петровна, там есть педагоги, которые, сколько у вас сейчас, кто готов продолжить работу, за место своей работы, и сколько вот лет коллективу, основная часть работы достаточно. Ну, есть, ну, понимаете, что сделано было. Вот этим приказом люди, которые должны были уже выйти с 12-го числа на работу, приказ о приостановке, и на простой, людей просто остановили. Люди говорят, ну, простой до 31-го числа. Мы же педагоги-исполнительные люди, есть приказ. Значит, люди пошли дальше доделывать, кто-то пошел на вторую работу, потому что, извините, кушает что-то на полгода нет зарплаты, и не ожидается. И разогнали, вот так, закрыли на месяц, мы не общались, но пока только один человек подал на увольнение, то есть все равно ждут. Говорят, ребята, мы уволимся, они забудут вообще про нас, что зарплата. Некоторые уже, конечно, подыскивают место, подыскивали, потому что, говорят, мы не знаем, что будет. Но не увольнялись. Я вот, ой, нас, педагоги, сказал, всего 47 человек, из них мне надо посчитать. Вот у нас есть шесть воспитателей сейчас осталось. Логопед, плюс к ним логопед, воспитатель, инструктор физкультуры по плаванию. Два логопеда у нас, это я вот так пересчитываю. Но шесть классов и шесть групп. Шесть групп детского сада, из них функционировало четыре. Две искусственно не набиралось, но шесть... Сейчас эта ситуация, вот мы и того имеем. А вот до того, как была задолженность по зарплате сформировано? Ну, пока еще задолженность. Назовем это так, геноцид по отношению к этому учебно-воспитательному комплексу со стороны руководства завода идет давно. Поэтому там вместо 300 детей, 150 или 160 на сегодняшний день, коллектив недоукомплектован, потому что люди, естественно, как сказала Татьяна, недавно кушать хочется, каждый день искали себе другое место работы. Остались только самые преданные люди, которые преданы своей профессии и этим детям. Ну, то есть, люди делают все. Для них не существует ни дети, ничто не существует. Для них существует только личная амбиция и личные интересы. Это очевидно. Если бы пообщались с этими людьми, вы бы в этом убедились тут однозначно. Вы знаете, когда наше руководство говорит, вот, мы для развития, чтобы сотрудники, и вот льготами пользуются, у них вот эта цифра 17-16, это дети льготного контингента. То есть, сотрудники, которые там еще остались, потому что основная масса – это пенсионеры на авиазаводе, уже там работать некому. А вот сколько дедушек и бабушек, которые вложили вот сюда свой труд, в этот детский сад непосредственно, вводили своих детей, а их дети привели. Так вот, бабушки и дедушки не пользуются льготами, понимаете? У меня третья группа – бабушки и дедушки работали на заводе, и они привели сюда детский сад. И вот наша администрация говорит, мы передадим, сохраним. Ребята, если у вас в аренду автоматически ликвидируется соколенок, он уже не будет. Передать в аренду, извините, что я перебиваю, Татьяна Леденовна, передать в аренду можно стены, потолок, крышу, землю, но никоим образом ни детей, ни учителей. Мы не в рабовладельческом государстве находимся, слава Богу. Поэтому для того, чтобы передать этот майновой комплекс в аренду, нужно ликвидировать учебно-воспитательный комплекс как таковой. То есть уволить. Что было, собственно, изложено в приказе, его можно зачитать. Ликвидировать, уволить и так далее, понимаете? Пожалуйста, пожалуйста, сколько осталось в детском саду, сколько осталось в школе, какие классы есть, второй, третий, четвертый, четвертый. Сейчас, понимаете, сейчас трудно на этот вопрос ответить, почему, потому что Татьяна Леденовна в отпуске. Юлия, не работал детский сад. С 1 августа кого-то привели, травку пощипали, никто же даже не разрешил группу привозить, те, кто вышли из отпуска. У меня отпуск заканчивается 27 августа, вот первый раз за 28 лет у меня логопедическая группа, у меня 56 дней. Я это все время посвятила тому, чтобы нужно отстоять этот детский сад. Понимаете, вот мы не можем собраться все вместе лишний раз, чтобы отстоять. Мы же не предприятия, вот все работают, ребята, собрание в 11, ух, побросали места. Это очень сложно. 7 числа мы собрали родителей, сотрудников на встречу с представителем Укроборонпрома. Дальше все ему звонки. Вы понимаете, у меня уже дежавю по телефонным звонкам, все звонят, родители спрашивают, что дальше, что будет. Сотрудники говорят, скажите что-то. Для того, чтобы донести информацию, нужно собрать людей. Мы собрали вот 25 числа. Не 25 числа, вот... 7 августа. 168 было на конец года. Вот на конец года. Сейчас, да. Сейчас я вам скажу. Если мы в школу не можем попасть, нам висать на ней выключено электричество внутри охраны. А исполняющий обязанности директора ведет... Глобирует интересы руководства завода. Хочу сказать, что меня не пускают даже на территорию забрать вещи детские. Остались детские вещи, меня не пускают... Еще такой момент. Если сейчас из учебно-воспитательного комплекса забрать все то, что туда пронесли родители, детей за последние 5 лет, там останутся голые стены. Голые стены. Понимаете? Потому что завод за последние 5 лет ни копейки не вложил в развитие. А я же говорю, котельную, которую в прошлом году построили, чисто украли через нее деньги. Потому что она не работала всю зиму. Я только что шла навстречу по Баркушину, мимо детского домотворчества. Навстречу идет наша Алина Анатольевна, она с исполняющей директором. Она в очках отвернула лицо, чтобы я ее не увидела. Она не хотела со мной. Но мне, честно говоря, тоже не хотелось после всех событий, когда мы под забором проводили собрание. И сколько лесных слов есть, мне тоже не захотелось. Вот она прошла по Сумской. Не знаю, должна находиться на рабочей миссии, не должна. Она на детском саде висит замок, она гуляет по парку. Не знаю, по кем она делась. Ну ей не место. Да, поэтому она же, если была как-то заинтересована, хотя бы остановила меня после того, как она просто зныкла. Ей была команда уйти, закрыть на замок, охране, никого не пускать. Поэтому мы проводили собрание благополучно под забором детского сада. Мы говорим о том, что получить информацию не идти. И она сказала Игоря Анатольевича на очередной звонок. Вы только звоните, чтобы получить от меня информацию. Единственное, я хочу сказать, что из шести групп детского сада на конец года функционировали четыре. У меня 23 ребенка. Во второй группе 22. Но я не знаю, кто-то уже родители забрал документы, потому что не выдержав этого психологического. В ясельной группе, я не знаю, потому что там тоже нет информации. Но вот эти 40 человек в детском саду есть. И стояла бы очередь, если бы сейчас возобновилась, да только откроются двери детского сада. Тех переселенцев, которых, Деменко говорит, 400 человек, нам некуда деть. Вы понимаете, заполняют. Единственное, что дали людям хотя бы зарплату небольшую. Нам же не на что жить уже. И люди уволились, потому что действительно не на что жить. Я говорю, как вы живете? Я говорю, а поддерживает. И мама пенсионерка, и дети. Ну, ушла. В прошлом году департамент образования города прислал очень прекрасного директора, которая продержалась сколько, полгода? Девять месяцев. Девять месяцев. И с прединфарктным состоянием ушла. Потому что с руководством завода невозможно было ни о чем разговаривать. Она сделала много. Потому что я же еще раз повторю, там сидят люмбыны с уровнем мышления, на уровне плинтуса, а с амбициями выше крыши. Еще хочу сказать, что очень не по-человечески, если бы собрали в конце мая собрание всех родителей, и пришел бы, посмотрел в глаза директор завода, пришел бы представитель района, нам бы объяснили причины, по которым закрывается этот учебно-воспитательный комплекс. Ну, тяжелая жизнь, все можно понять. Предложили бы, что вот, мы вам поможем там с местами. Все было бы по-человечески, и все родители перевели бы по-нормальному своих детей в другие школы. Перевели бы детей, где загрузка больше 30-ти человек. Конечно, конечно. Понятно, что никого бы не устроило, но даже никто уже не считает нужным. Но смысл в том, что нас, родители, даже никто нам ничего не объясняет. Дело не в этом. Вот я вам просто задаю вопрос простой. Они не могут содержать. Они заявляют, мы не в состоянии содержать. У нас нет денег. Им говорят, отдайте людям, которые будут содержать. Это все принадлежит людям. Ни Сумцову, ни Мялице, ни Романову, ни Ижесними. Принадлежит людям, народу нашему. Отдайте. Нет, мы отдадим в аренду. Понятно, что люди договорились. Вот и все. Вот вам и тут даже документально подтверждать ничего не нужно. Вы будете коллективные какие-то письма направлять? Они уже везде, эти коллективные письма. Куда еще? Скажите, мы еще куда-нибудь напишем. Одна из наших мам уже отправлена в администрацию президента. Вернее, на фейсбук президенту. На фейсбук к Секору Лидзе, первому заму генерального прокурора отправлена. Ну и так далее. А в мае месяце писали на всю Польшу. Дело в том, что не читаются. Или читают цеху. Это сейчас писали родители. Мы искренне поддерживаем вас. И будем держать такую связь. И сейчас это контрольная неделя, которая покажет, что произойдет с вашими детьми. 5-го числа мы вас приглашаем на 12 часов туда. Если вас охрана пустит. Почему? Нет, нет. Сегодня был звонок Татьяне Леонидовне. Что там будет? Юриста Укроборонпрома. О том, что они 25-го числа проезжают. В каком составе приезжает руководство Укроборонпрома, не знаю. О том, что состоится встреча их с руководством завода, с родителями, с коллективом. И будет решаться судьба Соколенка. А господин Мялица, депутату, с которым он вчера вел переговоры, и говорил, этот пожар надо потушить. Этот пожар надо потушить. Вот так, как он понимает, что там, по всей видимости, его интересы тоже присутствуют. Это говорит о том, что они поняли, что надо этот вопрос решать. Но, к сожалению, времени у нас уже нет. Если сейчас даже 25-го они примут решение 26-го открыть, остается 27-е, 8-е, 9-е, 3 дня педагогам и воспитателям, чтобы встретить детей 1-го сентября, как вы понимаете. То есть люди все сделали, люди все сделали для того, чтобы лишить детей радости, праздника. У нас такие педагоги, которые... Вы знаете, мы когда были, когда нас пригласили, нам медосмотр пройти, открываем дверь с помощником и воспитателем. Так, Реонид Альтина, мы готовы. Мы, правда, вылезали группу, оставили. Правда, вот таком, я говорю, ну только ж мы не можем отдать все, учебные пособия, все, вычистили. Мы готовы, мы придем за день. Родители у нас замечательные. Раз мы вот здесь, и родители включились, нам есть за что бороться, и родители все вот такие активные. Потому что они на протяжении всех лет пока там, они делали все для того, чтобы детям было хорошо. Несмотря на то, что завод помогает, не помогает, они туда вкладывали то, что зарабатывали. Вот вложили, да, мой ребенок 3 года будет, но мы по максимуму вложили, сделали уют, для детей создали все условия, чтобы они находились в детском саду, им было комфортно. Вот, поэтому мы все-таки, мы за ночь все сделаем. 25-е, 10 часов, да? Нет, 12. 12, да? Бельшколы, чьи, на территории Хауэка, Соколенок. Если знаете, это рядом со школой Бойко. На пруды. За заправку. Да, да. Нас просили... Мы можем распространить информацию о том, что 25-го, 12 часов... Хотя, Нина Давыдова, Нина Валерьевна, просила... Вдруг они не приедут, как ответственность. Спасибо.